Телеканал КРТ представляет Реформу на вашем столе Но вы же понимаете, что я либо бардак Сделаю сейчас и начну это перекладывать Отвлекаюсь, да? Либо, ну, результата точно не появится Вот посмотрите то, что Мне очень близко, что сделали с государственной Фискальной службой, да? В принципе, весь мир Цивилизованный движется к объединению Потому что информационные потоки Таможни и налоговой службы Они однородны Функция и та, и та Доходы бюджета В одних руках, когда есть Движение товара от импорта И заканчивая продажей Последнему потребителю И налоговая нагрузка на каждом этапе Это всегда только удобно Помимо этой организующей функции Одна бухгалтерия, один отдел кадров Один хозяйственный отдел Меньшее руководство Потому что там количество департаментов Департамент информационных ресурсов Он есть один, да? Или там департамент экономической анализы Или аудита, да? Сегодня опять разъединили Под лозунгом реформы, да? Имеем, но мало того, разъединили Мы уже ноу-хау У нас уже осталась старая фискальная служба В которой работает налоговая милиция Потому что не создали Службу финансовых расследований Которую президент еще поручал создать В начале до 30 октября Потом до 30 ноября Уже сегодня заканчивается март месяц Уже новый премьер, уже то правительство не справилось И пока ни законопроекта, ничего А спорят в кулуарах Кому руководитель службы финансовых расследований Или бюро Там называют его, или как угодно Название тоже Как будто от этого что-то зависит Кому будет подчиняться Или президенту, или премьеру, или министру финансов Я сразу скажу, что во всех странах мира Подчиняется министру финансов Во всех странах мира И во всех странах мира Вообще, вот взять Англия, да? Имперское государство Ну там бюджет триллионы Влияние колоссальное Налоговая и таможенная служба Ее Величество Одна, объединенная Объединенная еще была Гордоном Брауном Когда он был министром финансов Потом премьер-министром, да? И в этой службе департамент финансовых расследований Вот налоговая милиция Так называемая Все Вот она работает Вот есть полная синергия Вот люди, которые ведут аналитически Сопровождают предприятия Если видят риски Тут же подключается аудитор Если риски Несет криминальный характер И большая сумма Тут подключается этот департамент финансовых расследований Это спецагенты Это уже офицеры Это люди, которые изучают на предмет уголовной ответственности И все И система работает Нет Мы сегодня по факту С этими реформами Получили налоговую службу Украины Таможенную службу Украины Фискальную службу Украины Три получили Везде Будут думать Знаете, это мне напоминает Как борьбу с коррупцией Времен Порошенко То есть коррупция процветает Но говорит Давайте создадим НАБУ Пресса Общественные организации Общественный совет НАБУ Конкурсы Год создаем НАБУ Создали Теперь, чтобы НАБУ работала У нас же прокуроры Все коррупционеры Ну так они говорили Надо создать специализированную Антикоррупционную прокуратуру Ну ничего, что она из числа тех же прокуроров Ну пару общественников туда довели, конечно Но если у вас прокуратура коррупционная Так поменяйте генерального прокурора Поставьте его некоррупционного И он будет Ну все нормально При Порошенко Луценко не может быть некорруппован И не только некорруппован Создали специализированную антикоррупционную прокуратуру Создали государственное бюро расследований Создали специализированный суд Создали национальное агентство противодействия коррупции Которое отдельно декларациями занимается Как будто налоговая служба не может декларациями заниматься Создали пять структур Которые носят антикоррупционный характер. При этом коррупционные преступления Генеральная прокуратура продолжает заниматься, СБУ продолжает заниматься, МВД продолжает заниматься, антикоррупционные органы в той же налоговой службе, департаменты посоздавали антикоррупционные везде, в Кабмине, вот везде, да? То есть 12 органов занимается у нас коррупция, проводим анализ ожидания общества в 2014 году, когда начали это все создавать, и на выборах, почему и был такой катастрофический результат для партии власти, что коррупция общество оценивать стало больше, бардака стало больше. Сегодня люди, которые работают в правоохранительной системе, вам четко не расскажут структуру и функции каждого из этих новосозданных правоохранительных органов. А, еще люстрацию провели к этому, то есть вот люстрация нам поможет, то есть взбудоражили общество, отвлекли реформами, на самом деле сели на потоки, все потоки работали, вся коррупция работала. Более того, работала коррупция в Укроборонпроме, работала коррупция, мы же видели эти скандалы, когда продавались бронежилеты нашим детям фактически, да, потому что это наши дети там 20-летние, которые не защищали, и на этом зарабатывали. То есть уже не то, что коррупция, мародерство было.